Один миллион рублей вместо земельного участка. Такую сумму планируется предоставлять многодетным семьям Ненецкого округа, которые стоят в очереди на получение земли. Сегодня данный проект постановления рассмотрели на заседании администрации округа, но после бурных обсуждений отправили на доработку. Почему данный проект вызвал жаркие споры, расскажет Любовь Фермякова. Я напомню, что в городском и сельском поселении минимальный размер 800 квадратных метров, в городском поселении 1200 максимальный размер, в сельских 1500 квадратных метров. Соответственно, исходя из этой стоимости, мы и предлагаем средний размер установить один миллион рублей. Один миллион рублей как альтернатива вместо положенного земельного участка. Вынужденная мера. Сегодня городские власти не готовы выполнять свои обязательства перед многодетными семьями. 431 семья стоит в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство в Наринмаре. Они стоят уже пять лет на учете, и у многих уже дети вырастают. И многие из них готовы взять этот миллион для того, чтобы покупать студентам жилье где-то, чтобы они могли учиться и не жить в общей жизни. Вот такой вариант рассматривать. Преоначальный взнос на кредит тоже рассматривать, да, у кого там расширение жилья, условия улучшения. То есть, ну каждый по-своему будет распоряжаться. Согласно постановлению, полученный миллион рублей многодетные семьи смогут израсходовать на любые цели. Но, как справедливо отметил главный федеральный инспектор в Ненинском округе Степан Бобрецов, не стоит забывать, что главная цель государственной программы – все-таки улучшение жилищных условий многодетных семей. Исходя из сегодняшних ваших предложений, я так понимаю, что если у нас не будет целевого назначения, то лица, которые получат эти субсидии, они останутся на учете как нуждающиеся в части некоторых правильных улучшений жилищных условий. Впоследствии бюджет еще будет вынужден нести финансовую нагрузку по улучшению жилищных условий данных многодетных семей. Многодетные семьи, естественно, захотят получить деньги без всяких ограничений. Вот давайте не будем заниматься дешевым популизмом, а заниматься реальным улучшением жилищных условий тех семей, которые в этом нуждаются. Степан Бобрецов подчеркнул, что в положение необходимо четко прописать, на что может быть направлена данная сумма. Я думаю, что необходимо все-таки целевое назначение в зависимости от того, как заявитель написал. Если заявитель написал на улучшение жилищных условий, соответственно, и ограничение предоставления целевого назначения должно быть, что эти деньги пойдут на улучшение жилищных условий. Если гражданин написал, что на ведение личного подсобного хозяйства, то и ограничение этих финансовых ресурсов, целевое назначение должно быть как на ведение личного подсобного хозяйства. Впрочем, у многодетных семей остается право выбора, что он хочет получить – либо деньги, либо земельный участок. Проблема с ПЗЗ, недавно выяснилось, что, к сожалению, не хватило, значит, эти правила подготовлены. Ну, сейчас готовим правила, и по всем остальным, конечно, земельные участки должны быть доставлены. Выслушав все мнения и приняв к сведению все замечания о данном проекте, было принято решение перенести его рассмотрение на следующее очередное заседание. Ровно через неделю.